Здравствуйте! Это программа «Актуальный репортаж» в студии телекомпании «Черкеск» Мария Клокова. Можно ли научить родителей любить своих детей? А если нет, то хотя бы заставить заниматься их воспитанием, как положено. В Черкесске на учете в отделении по делам несовершеннолетних состоят около 90 неблагополучных семей. Тех, где дети растут словно трава в поле, предоставленные сами себе. Беспорядок в доме, антисанитария, пустой холодильник, родители в состоянии алкогольного опьянения. Какое будущее ждет детей, оказавшихся ненужными собственным мамам и папам? И возможно ли образумить горе родителей? Об этом мы поговорим в студии со старшим инспектором отделении по делам несовершеннолетних по городу Черкесску Зарема Лепшоковой. Но прежде предлагаем вашему вниманию видеосюжет. Кто курит? Я. Сколько раз предупреждали, что нельзя в квартире курить? В туалете, не в комнате. Прокуренный воздух, грязь, разбросанные как попало вещи. Сложно сказать, когда в этой квартире, где живет мать с тремя детьми, прибирались в последний раз. Впрочем, как отметили инспекторы ПДН, в очередной раз посетив эту семью, по сравнению с тем, что было здесь прежде, сейчас тут относительно чисто. Обычно у нас есть семьи, где злоупотребляют спиртными напитками. В этом случае она не употребляет. Единственное, у нее всегда грязно. Раньше у нее были очень ужасные условия, были и люди у нее находились, которые тоже у нас на учете состояли за правонарушение. Учитывая, что она не злоупотребляет спиртными напитками, а в доме есть еда, сотрудники полиции вновь дали женщине время на исправление, взяв с нее обещание навести порядок. А вот по следующему адресу картина куда более печальная. О том, что здесь не все в порядке, становится ясно уже с порога. Резкий запах, на который регулярно жалуются соседи, буквально сбивает с ног. Проживающая здесь женщина в одиночку воспитывает несовершеннолетнего сына и нигде не работает. При этом она не алкоголичка и не наркоманка, а царящий в квартире жуткий беспорядок и полная антисанитария такой вот образ жизни. А уроки где делает? Здесь. Вот за этим столом. А убрать можно было это все? Просто убрать, взять тряпочку, да? Я пришла только недавно. Женщина попыталась убедить инспектора в том, что она занимается уборкой, но обстановка в квартире говорит об обратном. Сотрудники полиции предупредили, если так будет продолжаться и впредь, то ребенка вероятнее всего придется забрать и передать органам опеки. Ну а пока этого не произошло, у женщины есть еще шанс все исправить. Инспекторы пообещали вновь наведаться с проверкой через несколько дней. За 18 лет вы отвечаете за этого ребенка, вы должны его содержать в чистоте, должны его обучать, воспитывать в конце концов. Это ваш ребенок. Но если вы не справляетесь или не хотите, значит, ну, будут приняты другие меры. Но в таких условиях не может содержаться ребенок, поверьте мне. Элементарно, у него за партой такая грязь. Конечно, он будет болеть вирусами, это как минимум. По словам полицейских, случаев, когда безответственные родители берутся за ум и начинают заниматься воспитанием своих детей как положено, немного. Не стал исключением и этот. Вернувшись спустя время в данную квартиру, инспекторы отметили, здесь практически ничего не изменилось. Все те же запах и грязь, разбросанные вещи. Хозяйка по-прежнему настаивает, она в квартире прибирается. В день по полчаса хотя бы что-то сделает. Я в день несколько раз подметаю, потому что он дома. Вот это что тогда? Вы только встали. А вчера чем вы занимались? Я подметала. Нет готовой пищи, антисанитарные условия. Ребенок как должен проживать в таких условиях? Мы с вечера покушали, но вечером же я не могу готовить, там света нет. А утром встать, приготовить для него что-нибудь? Завтрак какой-нибудь? А яичницу хотя бы элементарно сделать. Можешь же? Правильно? Нет, мы дадим. За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Результаты данной проверки будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, где определят дальнейшую судьбу этой проблемной семьи. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что все-таки есть те, кто данный им второй шанс старается не упустить. Так, оказавшаяся в поле зрения сотрудников полиции за злоупотребление спиртными напитками, жительница Черкеска смогла взять себя в руки и встать на путь исправления. А вот по другому адресу ситуация совершенно противоположная. До матери пятерых детей, двоим из которых нет 18, не могут достучаться ни правоохранители, ни родственники. На учет в отделение по делам несовершеннолетних женщина попала за регулярное пьянство. Вот и в очередной визит инспектора в квартиру, где она живет вместе со своим сожителем, горе-мать едва смогла встать с кровати. В то время как дети находятся у ее родственницы, женщина, как сама призналась, занимается налаживанием своей личной жизни. Что ты пила сегодня? Водку. Водку вместе с ним? А кем еще? Тут пили. Я пила. Дома пили? Да. Сколько вы пили? Ну, я пиво полгода. Там 230, не больше. А дети у кого живут? А при чем тут живут? Ты мать. Я понимаю. Ты рожала детей? Хорошо. Мать должна твою личную жизнь исправить? В отношении нерадивой матери инспекторы составили протокол, но прежде, согласно установленному порядку, ее повезли на медицинское освидетельствование. Результаты показали. Женщина в одиночку выпила как минимум бутылку водки. Принять решение по сложившейся ситуации предстоит городской комиссии по делам несовершеннолетних на очередном заседании. Члены комиссии говорят, подача искового заявления о лишении родительских прав мера крайне. Прежде надо максимально постараться дать людям возможность исправиться. Работает комиссия и все службы системы профилактики для того, чтобы был положительный результат, и данная семья, как говорится, исправилась, и дети, и родители. А если нет результатов на протяжении уже длительного периода, то комиссия принимает решение о том, чтобы направить дело, исковое заявление о лишении родительских прав. Подобные рейды сотрудники отделения по делам несовершеннолетних проводят регулярно. Это приносит свои плоды, и часть мам и пап после профилактических бесед все-таки берутся за ум и возвращаются к нормальной жизни. Но, к сожалению, тех, кто свое безответственное, а порой откровенно-наплевательское отношение к детям не меняют, целиком и полностью отдавшись во власть зеленого змея, пока большинство. Сложно сказать, что же может заставить этих мам и пап бросить такой образ жизни, и начать заниматься собственными детьми, если даже угроза их изъятия и лишения родительских прав на них не действует. У нас в гостях старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних по городу Черкесску Зарема Лепшокова. Добрый день. Добрый день. Зарема Хусейновна. Ну, помимо таких вот рейдов инспекторов ПДН, какая еще работа проводится с неблагополучными семьями? Ну, при выявлении неблагополучной семьи данная семья ставится на учет, в отношении родителей заводится учетно-профилактическая карточка и проводится дальнейшая работа. Проводятся беседы разъяснительного характера. Не реже одного раза в месяц посещается данная семья. Ну, если есть факты ненадлежащего исполнения, то составляется административный материал, который направляется на комиссию по делам несовершеннолетних и уже рассматривается поведение родителя на данной комиссии, выносят штраф. Ну, если родители не исправляются, то уже собираем характеризующий материал на лишение родительских прав. Насколько такие меры оказываются эффективными? Вот что говорит статистика, сколько семей становится на путь исправления? Ну, в этом году, к сожалению, мало. У нас есть несколько случаев в этом году, когда уже родители лишили родительских прав. За злоупотребление спиртными напитками данные родители состоят на учете в наркологическом диспансере. С ними проводилась работа. Вот у меня есть, была такая семья, которую родители, которых я поставила в 2013 году на учет. Проводилась работа, но данная работа положительных результатов не дала, к сожалению. Работа проводилась совместно с органами системы профилактики. Это и органы опеки, и отдел здравоохранения, и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, в результате в этом году обоих родителей лишили родительских прав. Дети находятся в доме ребенка. Что дает обследование жилищных условий ребенка? Ведь никто родителей на работу не устроит, ремонт в квартире не сделает. Ну, проверка обследования жилищно-бытовых условий, семейно-бытовых условий несовершеннолетнего, является одним из главных способов защиты прав ребенка. Проверяются условия, имеется ли место для занятий и отдыха несовершеннолетнего, проверяются условия квартиры, есть ли продукты питания, соответствующие возрасту несовершеннолетнего, сезонная одежда, проверяется внешний вид родителя, так и ребенка тоже, есть ли следы жестокого обращения. Также в акте могут указываться наличие места работы родителей и страдают для них пагубными привычками. Необходимо также сказать, что акт обследования семейно-бытовых условий является неотъемлемой частью пакета документов при решении судом вопросов о решении родительских прав. Поэтому акт составляется не менее одного раза в месяц, а также при каждом выезде. А сколько в этом году было детей изъято из семьи? В этом году были изъяты дети около 10 человек. Изъятых детей мы помещаем в возрасте до 4 лет в медицинские учреждения, где с ними проводится работа, тоже проходят обследования, при необходимости получают медицинскую помощь. В возрасте старше 4 лет дети помещаются в реабилитационный центр «Надежда», с которыми мы сотрудничаем. Также проходят медицинское обследование, при необходимости получают медицинскую и психологическую помощь. Сколько несовершеннолетних состоит у вас на учете и за что вообще дети попадают на учет? В этом году, за текущий год, поставлено около 30 несовершеннолетних на учет. На сегодняшний день количество 80 человек несовершеннолетних, за что ставят на учет? За совершение преступлений и правонарушений. В основном за это. Есть подростки, которые не достигли возраста, с которого наступает административная уголовная ответственность, тоже ставятся на учет, с ними проводится работа и по исправлению они снимаются с учета. Что касается преступлений, совершаемых несовершеннолетними, что говорит статистика и какие это преступления? Преступления в основном это кражи. Бывают случаи, когда кражи телефона в основном. Бывают и за драки тоже идти, ставим на учет. Но если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, все равно мы их ставим на учет, проводим работу, потом уже снимаем. Если ребенок не исправляется, через полгода мы продлеваем. Поставили ребенка на учет. Что дальше? Какая работа с ним проводится? Проводится профилактическая работа. Иногда бывает индивидуально проводится работа с каждым ребенком. Проводятся беседы. Посещается дома также не реже одного раза в месяц. Иногда бывает несколько раз в месяц посещаем. Проводим беседы. Приглашаем на различные мероприятия, которые проводит Совет общественности МВД. Также сотрудники «Надежды». Приглашаем. Делаем все, чтобы ребенок исправился. Совместно с Общественным советом МВД проводятся спортивные мероприятия. В этом году также были проведены мероприятия «Дети спортполиция». То есть это у нас на постоянной основе мероприятия. Устраиваем их в спортивные секции, направляем. Также занимаемся трудоустройством. В этом году уже трудоустроено трое несовершеннолетних и пять родителей. Вы посещаете с лекциями учебные заведения? Все, да. Общеобразовательные учреждения мы посещаем, проводим лекции, беседы. Совместно с психологами наркологического диспансера. Совместно с коллегами наркоконтроля, с коллегами центра по борьбе с экстремизмом. То есть совершаем, проводим лекции на различные темы. Это могут быть различные темы. Я помню, я даже проводила такую лекцию «Безопасные селфи». То есть различные лекции у нас. Азарема Хусейновна, а всегда ли трудный подросток именно из неблагополучной семьи? К сожалению, нет. Очень много подростков попадаются за совершение преступлений и правонарушений, которые воспитываются в благополучных семьях, в обеспеченных. Это связано, наверное, с тем, что ребенок большую часть времени предоставлен самому себе. Родители работают допоздна. И нередко в таких случаях дети попадают к нам. А как вести себя родителям, чей ребенок оказался в поле зрения у инспекторов ПДН? Родителям также, как и нам, нужно проводить со своими детьми беседы, доверительные беседы. Больше уделять времени ребенку своему. Проверять круг общения, с кем дружит ребенок, в какой компании он может оказаться. Также проверять социальные сети, в которых зарегистрирован ребенок. Это тоже немаловажно. Потому что сейчас ни для кого не секрет, что все дети зарегистрированы в социальных сетях. И все хорошее и плохое они узнают больше там. На улицах нашего города, к сожалению, нередко дети, просящие милостыню. А сотрудники отделения ПДН как-то занимаются этой проблемой? Конечно же, мы проводим рейды совместно с другими службами. Это сотрудники ДПС, сотрудники патрульно-постовой службы. Проводим рейды. Если данные лица находятся с малолетними или несовершеннолетними детьми, мы их доставляем в отдел. Проводим беседы, дактилоскопируем. Зачастую это лица, приезжие из других городов и из республик Средней Азии, скажем так. При себе у них бывает, что нет документов. Мы изымаем ребенка и отдаем родителям только, когда они предоставляют документы на своего ребенка. И только в таких случаях возвращаем детей. Проводим беседы, объясняем им, что этого делать нельзя. Составляем административные материалы, которые рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних. По месту их жительства мы направляем данный материал. А что делать обычному горожанину, если он увидел ребенка, который просит подаяния? Ну, сообщить в полицию обязательно. Позвонить на 02 или с мобильного телефона 102 и сообщить о том, что ребенок занимается попрошайничеством или же находится без сопровождения взрослых. Даже если сам по себе ребенок находится в возрасте до 7 лет, детям нельзя находиться без сопровождения взрослых. Азарима Хусейновна, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу и за то, что нашли возможность встретиться с нами. Вы смотрели актуальный репортаж. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова